День добрый, добро пожаловать! С вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски. И в этом видео мы посмотрим на игрушку под названием Monaco. Ну или Монако, это тот город, в котором происходит гран-при Формула-1. Но, 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 что, что у нас здесь такое? Мы здесь играем за бандитов, за группу бандитов. Это как Ocean's Eleven, у нас у каждого бандита есть свои специализации. Давайте начнем с крота, который может пробивать любую стену. У нас есть взломщик, который может взломать все, что угодно. У нас есть шестерка, которая стоит и смотрит, или я уже не помню, как это в блатном языке называется. Но он просто может увидеть врагов, которые он сейчас не видит, он может их увидеть на карте. Так, это у нас карманник, у которого есть обезьянка, которая может собирать разные вещи. То есть монетки, которые, может быть, нам недоступны. И клинер, чистильщик, который может отключить... Ну, считайте, да, ударить, считайте, по голове охранника, который на нас не смотрит. То есть отключить его и не убивать. И давайте, давайте тогда возьмем... Мне больше всего нравится крот. И то, что мы сейчас видим, это то, как нам преподносит сюжет. То есть у нас все происходит по... Вот таким вот... У нас показывают кто говорит, а то есть крот говорит. И он говорит с джентльменом, которого мы должны освободить. Мы сначала убежали из тюрьмы, потом украли себе документы, и теперь мы должны освободить вот этого джентльмена. И все это можно играть вчетвером. То есть, да, можно играть в кооперативе. Я сейчас поставил игру на оффлайн, чтобы мне никто не мешал, никто не подключался. Но здесь очень хорошая система лобби. Очень быстро подключается, я не замечал лага. А то есть это все очень-очень хорошо. Но что я хотел сказать насчет того, как преподносятся сюжеты. Да, я сейчас помедленнее все запускаю. Как видите, у нас наши герои выглядят вот... Да, сбоку в профиль у нас они никакие. И сверху мы на них смотрим тоже никакие. Но вот этим диалогом, вот этими маленькими-маленькими добавочками диалога, которые мы видим перед нашей миссией, они нам очень-очень хорошо... Просто дают хорошее представление о том, кто такие наши люди. То есть, какие у них... Мне даже кажется, что я слышу, какие у них голоса. То есть, вот этот вот крот, он немножко сумасшедший. Он говорит короткими такими оборванными предложениями. Я сейчас залез в кусты, чтобы попрятаться, но... Ой-яй-яй, в кусты, в кусты, в кусты, в кусты! Так, здесь, здесь оказывается куча охранников. Так, давайте, пускай они уйдут. И я хочу себе проломать просто вход через, да, стенку. Если бы я не был кротом, я должен был бы идти по всем этим зданиям. Крот, крот... Ему не нужен вход. Он делает сам себе вход. Давайте пробьем... Мы сломали кому-то кровать. Но куда мне... Куда мне нужно идти? Мне, скорее всего, нужно подняться на второй этаж. Так, давайте... А-а-а! Па-па-па-па-па-па. Так, давайте взломаем. Что это у нас здесь такое? О, у нас здесь форма есть милицейская. Ну, или форма охранников. Теперь мы можем пройти спокойно на второй этаж. Давайте соберем парочку монеток. На лазер попадаться все еще нельзя. И то, что я собрал в самом начале и у меня сейчас дополнилось, это специальная возможность на уровне. То есть нам иногда дают бомбы, чтобы оторваться от врагов или просто дробовик. Но здесь мне дали просто бандажи, которые меня полечат. Все потому, что здесь уже все охранники вооружены. Это очень опасно. Они в нас сразу же открывают огонь. Так, лечиться мне пока что не нужно. Так, давайте. Взломаем. Где у нас третий этаж? Это библиотека. У меня... Так, я пока что все еще могу спрятаться. Так, я не... А, нет, все, все, все. У меня закончился. Закончился костюм. Так. Так, так, так. Давайте тогда я пробью себе вот сюда. Чтобы просто двигаться. Более... А, нет, я сюда не могу. Ну, хорошо, давайте. Так, тихо. Давайте тогда попытаемся пройти и найти себе... Так, здесь у нас нету костюма. Так, а если я сюда проскочу? Так. Где у меня тогда костюм был? Я уже не помню. Так, я могу взломать компьютер, чтобы отключить лазер. Но мне пока что это не нужно делать. Так, давайте взломаем дверь. А, вот-вот он, третий этаж. Хорошо. Сейчас поднимемся туда. И... Так, хорошо. Почему-то, чтобы попасть на третий этаж у нас проходит время. Мы как будто взломываем дверь. Но это... Я предположу, что это просто нам не дает пробежать напрямую сквозь уровень. То есть подтянуть всех врагов за собой. И просто мне не важно, что тут происходит. Я побежал. Так, вон там человек, которого нужно спасти. И... Господи, я, по-моему, только объяснял вам, что тут происходит. То есть я... Так, так, тихонько. Тихонько. Оп. И давайте взломаем. Ма-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я взял и убежал. Эм... О, господи. Дикая музыка началась. Это... За мной охотиться? За мной охотиться? Это музыка? Музыка мне говорит, что за мной охотиться. Что мне должно быть страшно. Я потерял возможность крота. Ах, жаль. А то есть нам нужно будет пешком идти. Хорошо, давайте попытаемся взломать снова дверь. Ага, по-моему, мой охранник, да. Мой охранник выбежал из комнаты. И стоит здесь. Не поворачивайся. Не поворачивайся. Иди дальше. Я убежал куда-то туда. Тя-чуп-а-чуп. А! Там еще один охранник. Это плохо. Так, давайте тогда выскочим через окно. Так, подождем, пока лазер здесь выключится. Так, что мы можем... О! О! Это мне уже больше нравится. Так, осторожно. На двигающийся лазер не наступаем. Я сказал, не наступаем! Сказал я и наступил на двигающийся лазер. И пытаемся... Все, убегаем. Дико-дико убегаем. Так, они в меня стреляют. Хорошо, у меня 4 бандажа. Так что я думаю, что я успею, 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 успею. А-а-а! А-а! Музыка перестань, так как ты меня пугаешь. И, по-моему, я здесь... Да. Так как у меня здесь проломлена стенка, я могу, по идее, выбежать отсюда. Просто... Нет! Кто-то построил обратно кровать! Они перестроились! Они построили обратно кровать! Жестокие-жестокие люди. Так, давайте я полечусь снова. И на выход, на выход бежим! А, нет, это второй этаж. Это не первый этаж. Это совсем, оказывается, другая кровать. Так? Все, хорошо. И отсюда я, по идее, могу... Да, здесь у меня... Ха! Теперь большой вопрос. Успею ли я выбежать? А то здесь... Я помню, здесь охранников парочка. И они немножко... Так, злые. Так что... С ними нужно осторожно. Так, здесь все... А-а-а! Попать-тибарет! Это интересно. Он... Он на меня абсолютно не... Не отре... А, может быть... А, может... А, нет-нет-нет! Они... Они реагируют! Они реагируют на меня! Садимся! Садимся в машину! И... Уезжаем! Ух! За пять минут... Я соврал... Ну, очень! Очень-очень мало монеток! Но мне дали джентльмена! Теперь он у меня в группе! Теперь он будет... Воровать! И давайте... Давайте я покажу вам уровень, Который я кротом... Прохожу, ну, очень быстро! Мне этот уровень очень понравился! Так, давайте я нажму на кнопки! Мы проскочим! И... Эээ... Так, давайте-давайте! То есть, у нас здесь огромная карта! Нам неизвестно, куда нужно идти! Переодеваться! Все это делать! Но, видите, у нас в самом начале здесь та вещь, которую мы можем взять! Поэтому мы берем... Ломаем стенку! Ломаем стенку! И мы уже здесь! Эээ... Теперь мы берем... Так... Просто... Хватаем... И... Убегаем! 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 Нажимаем! И... Та-да! Кротом! Бусечка проходить! Но очень-очень важно! Как видите, я прошел немного этой игры! Но! Что я здесь делаю? Я хочу максимально пройти уровень! А то есть так, чтобы собрать все-все-все монетки! И, как видите, на первых уровнях это просто! На уровнях дальше это все сложнее и сложнее и сложнее! Сложнее и сложнее! И давайте... Кем я еще не играл? Look out! О! Пикпокет! У него обезьянка с ним бегает, так что можно и поиграть! Давайте посмотрим! По-моему, мы... Да! Мы здесь воруем себе документы! Давайте посмотрим! И пока я вот буду играть в эту миссию, я вам скажу, что эта игра стоит своих денег! Она стоит вашего времени! Но! Тут одна большая проблема! Так как это... Скажем так, такая пиксельная графика! Даже это, по идее, не пиксельная графика! Но просто необычная графика! То... Проблема тут в том, что... Это как в FTL, а то есть Faster Than Light! Вам придется здесь просто себе представлять, что здесь происходит! А то есть, помните, я вам говорил, там Ocean's Eleven, там... Ууууу, там... Сюжет, там... Экшн! Жесть! Да, это все вам придется себе нафантазировать! Потому что графика вам ничего не показывает! Она просто... Я... Зачем я наступил сюда? Нет, обезьяна! Обезьяна, обезьяна, укуси его! Укуси его! Так, тихо, тихо... Так, сломаем, сломаем, сломаем... Нет! Я... И у меня газовой бомбы нету! Аааа! Так, ничего, сейчас... Я надеюсь, я... Я надеюсь, я убегу! Я... Нет! 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 Изверги! И в кусты, в кусты! Прячься в кусты! Есть! Отлично! Видите, он еще... Очень быстро прячется в кусты! Так, так, походите, походите, походите! И... Даже не все, но, скажем так, 95% всей игры, всего того, что происходит в этой игре, будет происходить у вас в голове! То есть, если вам не нравится фантазировать, если не хочется, если вам лень, то может так случиться, что игра вам просто не понравится! Потому что то, что она нам показывает, это не Call of Duty, это, скажем так, не такой жестокий экшен, на который интересно смотреть, но в это очень-очень интересно играть! Потому что здесь каждый уровень можно пройти своим героем, как видите, обезьянка мне здесь помогает! Каждый уровень можно пройти своим героем, можно пройти на время, можно пройти на деньги, то есть, собрать как можно больше денег! Так, хорошо, я воспользовался бомбой, но, но она мне не помогла, потому что я решил не убегать! Нет, 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 они меня убили, жестокие, жестокие люди! Но у меня есть три жизни, я могу, например, попробовать кем-то другим, то есть, пикпокет у меня умер, я могу кем-то еще другим попробовать пройти этот уровень! Но я... А хотя, давайте, давайте взломщиком попробуем пройти этот уровень, и попробуем еще раз пойти! То есть, в прошлый раз я пошел поверху, и, как видите, у меня все еще то, что происходило на этом уровне! А то есть, то, что у меня взломано, взломано, те, кто убиты, убиты, и то, что собрано, у меня собрано! Так, хорошо! Давайте тогда! Эй, охранник, смотри где! Смотри, смотри! Так, тихо! В кусты, в кусты! Ня! 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 Я не профессионал в этой игре! Я вообще... Я знаю, что тут происходит, но... Так, как это все очень хорошо! Что сделать? Я не знаю, так что... Не повторяйте то, что я делаю! Это... Это 100% вам не поможет! Что вам поможет? Это то, что... Я вам советую ее взять! Это... Это хорошая-хорошая игрушка! Классно сделана! Это инди! Это очень-очень четко! Очень четко играется! Я играю на контроллере, но на клавиатуре играется точно так же! То есть, абсолютно нету разницы, нету проблем! Что еще? Хорошее интернет-соединение! Приличная цена для такой игры, при том, что в нее можно играть очень долго! И если вы зависаете вот на таком... На идеальном прохождении, в котором вам нужно собрать все! Все до единой монетки! При том, здесь для этого даже специально, видите, у вас в левом верхнем углу написано! То есть, главный офис 21 монетка! На уровне 1 монетка осталась лежать! Вы сейчас на втором этаже! Здесь 40 монеток! И это все нужно... О, господи, я вспомнил этот уровень! Здесь мы запускаем... Так, видите, червяка? И он начинает передвигаться! И этот червяк, он не сразу же все выключает! Он ищет... Так, видите? Он так... Давайте пойдем сюда пониже! Так! Оп! И он отрубает лазеры! Мы можем пойти дальше! Так, тихо! Тихо! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Червяк вовремя отключил лазер! Давай кусты! А он меня увидел, как я прятался в кустах! И бомба! Бомба! Газ! Газу! Газу мне! Газу! Убегаем! Все! А-а-а-а! Лезь! Лезь! Лезь по лестнице! Хорошо, все! Я спрятался вот здесь, вот в вентиляторе! И я думаю, что на этом я закончу! Закончу! По-моему, немножко сумбурно обзор получился! Но что от этого вам стоит запомнить? То, что игра очень веселая, очень качественная! Но, может быть, стиль игры подойдет не всем! То есть, то, как она выглядит, это... Да! Оно очень-очень минимально! Но мне нравится! Просто я говорю, что... Может быть, не для всех! Я тогда говорю большое-большое спасибо за внимание! И мы увидимся в следующем видео! Субтитры сделал DimaTorzok